Добрый день! Сегодня видео по запросу плюсы и минусы профессии учителя. Начну с того, что учительская профессия, профессия учителя с давних пор являлась благородной, в какой-то степи достойной и уважаемых обществе. Но, однако, в настоящее время престиж учительской профессии вон давно упал. Это низкая зарплата, это постоянные проверки, это порой откровенное хамство учителей, вернее, у учеников и их родителей. То есть, вот эти все какие-то нюансы делают профессию учителя тяжелой и неблагодарной. И все же в этой профессии есть что-то такое, что побуждает каждый день вставать рано утром, приходить в школу, приносить радость и моральное удовлетворение. Так что же больше в профессии учителя плюсов или минусов? Ну, давайте начнем с минусов. Для начала нужно выделить очевидные минусы. Прежде всего, работа в школе – это стрессовая работа. Она требует огромных душевных затрат. И к тому же учитель несет личную ответственность за здоровье каждого ребенка. Ну, также минус. После трудового дня не всегда учителю удается отдохнуть, потому что это, получается, подготовка всевозможных мероприятий, у них классные мероприятия, работа с документацией. Кроме того, минусы можно отнести, что в учебных заведениях проходят проверки. Это проверки касаются не то, что приходят на уроки, смотрят, но в основном и из управления образованием. Это оборнадзор. Это проверяют работу с документацией. Ну, в общем-то, и ученики тоже бывают разные. В общем-то, легко работать, если ученик подготовленный пришел, старательный, хорошо воспитанный, да, но, однако, нередко попадаются и ленивые, невоспитанные, от которых можно услышать не только грубость, но и иной раз откровенную провокацию. Но, несмотря еще минус, несмотря на все разговоры о повышении зарплаты учителя, она по-прежнему остается мизерной. И при этом для того, чтобы хоть как-то выжить педагогу, да, приходится брать очень большую нагрузку. И поэтому в школе иногда учителя проводят времени с утра и до позднего вечера, да, до позднего вечера. И, покупая литературу, учителям на покупку литературы выделяют всего 100 рублей. Ну и не повторяем, как бы неоспоримые плюсы при всех этих минусах. У профессии учитель — это, скорее всего, призвание. Если педагог искренне любит людей, детей, свой предмет, и он также может реализовать все свои творческие способности, передать ученикам свои умения, свои знания. На работе учителю плюс, что никогда не бывает скучно. Каждый день он общается, учитель, с учениками. Как известно, дети бывают разные. И общение с ними может приносить порой интересные какие-то курьезы, моменты, а порой даже они бывают очень незабываемые. Сама работа учителя, она очень конкретна. То есть человеку не нужно высиживать восьмичасовой унылый день, то есть каждая минута наполнена эмоциями, деятельностью или общением. Большинство школ не являются бюджетными организациями. И поэтому, несмотря на высокий уровень доходов, у учителей есть ряд социальных гарантий. Это своевременная оплата заработная, это больничный лист, это возможность обучения заочного. К тому же отпуск учителя, он всегда проходит летом, и, как правило, это почти два месяца. И, конечно же, самый большой плюс – это благодарность участников. Если учитель трудится по призванию искренне любить детей, то они, как правило, отвечают такому человеку и такому учителю взаимности. И уже после окончания школы они помнят своего первого учителя на всю жизнь. И помнят его, считают его самой в то время, когда они учились у него беззаботной и счастливой порой своей жизни. В общем-то, и, пожалуй, это главный плюс, который может искупить все минусы в учительской профессии. А с вами была Елена. Спасибо за внимание. Пока-пока.